Творческие мастерские, спортивные и развлекательные площадки. Атмосфера торжества и креатива царила в эти выходные в микрорайоне Южный. У всех ребят, которые пришли на праздник детства, была возможность найти себе занятие по душе, чтобы реализовать свой потенциал и открыть творческие способности. Так сложилось, что в микрорайоне Южного Запад на сегодняшний момент у нас нет учреждений дополнительного образования. Поэтому мы решили, что день открытых дверей учреждений дополнительного образования города Бреста мы проведем в микрорайоне Юго-Запад номер 4. Многообразием удивили действующие площадки юных гостей праздника и их родителей. Глаза разбегаются и трудно составить мнение, куда пойти, в какой кружок или секцию. А потому организаторы постарались уделить время каждому ребенку, чтобы объяснить, что предлагает то или иное направление. Будем очень рады, если родители после сегодняшнего посещения нашего праздника, в данном микрорайоне, они все-таки узнают о нас и смогут своих детей направить именно в правильную досуговую деятельность. Поэтому очень надеемся, что наш праздник пройдет с пользой для этого микрорайона. Очень много конкурсов и очень много, куда можно записаться. Это интересно, и мы узнаем много нового и интересного. Учимся что-то делать. Я сегодня пришел на день выставки, чтобы посмотреть, как все сделали, посмотреть рисунки и пожарных посмотреть. Тут очень классно, здесь сегодня день города и всем очень нравится. Я пришел сюда с новыми эмоциями. Сегодня в брестских учреждениях дополнительного образования осуществляется деятельность по 50 направлениям. Более 5000 юных брещан развивают свои творческие и интеллектуальные способности в кружках и секциях. Представители центров дополнительного образования детей и молодежи ждут новых учащихся.